не территориальный конфликт хочу это подчеркнуть россия самая большая самая крупная по территории страна в мире нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий что касается длительного процесса результатов и свод ну конечно это длительный процесс может быть так но потом вы упомянули о том что появились новые территории ну вот и такой все-таки значимый результат для для россии это серьезный вопрос значит и ну чушь там греху это эти азовское море стало внутренним морем российской федерации это серьезная вещь петр 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 да да это но это другое петр первый еще боролся за то чтобы значит выйти к азовскому морю нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий но вот петр первый северную войну 21 год его казалось бы там с воевал со швецией что-то отторгал ничего не отторгал он возвращал да а по как вот что делал вот ну судя по всему на нашу долю тоже значит выпало возвращать и укреплять нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий мы не можем врать мы россия мы русский народ а для них это ключевое вот он как раз сказал надо врать поэтому как бы ответ на вопрос вопрос даже не в том готовы не готовы мы не готовы врать они готовы вот поэтому так и получается сегодняшний день есть день величайшего торжества в испании есть король он отыскался этот король я это строки из дневника героя гоголевских записок сумасшедшего ксентия ивановича поприщина мелкого петербургского чиновника впавшего в безумие на почве мании величия я не себя боюсь я с ума не сойду вот сейчас мы были на выставке посвященной трехсот пятидесятилетию петра первого почти ничего не изменилось удивительно он возвращал и укреплял вот что делал на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять а это уже фрагмент выступления путина мелкого петербургского чиновника которого стечение нелепых случайностей занесла на вершину российской власти вследствие чего его слабый рассудок не выдержал и он вообразил себя петром первым а заодно и великим историком это очевидный факт вот еще цитата из его выступления вот петр первый северную войну 21 год вел это намек на то что с украиной тоже 21 год воевать станем казалось бы воевал со швецией что-то торгал ничего он не торгал он возвращал так и есть все приладожье там где петербург основан когда он заложил новую столицу ни одна из стран европы не признавала эту территорию за россией все признавали ее за швецией а там испокон веков наряду с финно угорскими народами жили славяне причем эта территория находилась под контролем российского государства конец цитаты это называлась не семилетняя война просто северная война когда путин начинает свои исторические монологи у людей которые читали что-то помимо сталинского краткого курса и учебника для пятого класса на кратком курсе основанном уши в сворачиваются опустим такие пустяки вроде того что некоторые из территории которые по нештатскому миру отошли к россии практически никогда не входили в состав россии или каких-либо русских княжеств а все остальные переходили из рук в руки в ходе захватнических войн обычных в 18 веке но диких в веке двадцать первом елки-палки уже 21 век а мы то все двадцатом бою и намного более карикатурной выглядит попытка путина поставить себя в один ряд с петром первым провозгласить себя продолжателем дела петра в современных условиях в действительности путин мог бы претендовать на роль карикатуры петра первого если бы не являлся его прямым антиподом петр первый прорубил окно в европу путин его заколачивает под петром написано открыл окно в европу по путин закрыл окно в европу и написано проветрили хватит хватит да хватит кстати становится понятно откуда буковка z закрыл окно в европу видимо с этим связано забил забил петр ездил в европу учиться путин сам все время получает европейцев тоже самое еще хуже петр привлек в россию европейских ученых путин разрывает международные научные связи за контракты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму петр посылал молодых россиян учиться в европу создал первое в россии учебное заведение европейского типа путин ликвидирует в россии баллонскую систему отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего все равно другого пути нет петр резко уменьшил роль религии ликвидировал патриаршество низведя рпц до роли заштатного ведомства путин сделал православие фактически государственной религией а рпц фактически государственной церковью петр внедрял в экономику западные технологии путин страдает тяжелой формой бреда импортозамещения это когда люди возмущаются почему все стало одновременно так дорого и так плохо а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово не имеющие смысла импортозамещение красиво петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни путин постоянно твердит от летворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян то есть петр пытался ввести страну в будущее путин тащит ее в прошлое в архаику куда мы катимся то а еще путин обещал что россияне через 10 лет будут жить лучше во время мероприятия один из участников задал пересиденту россии вопрос о том будут ли россияне жить лучше через 10 лет да а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни сказал путин чистая правда такие заявления он может сделать совершенно спокойно поскольку вероятность того что через 10 лет кому бы то ни было придет в голову вспомнить что именно обещал военный преступник отбывающий свой срок в гаакской тюрьме равна нулю все забывается все стирается возвращаясь к историческим галлюцинациям путина поставившего себя в один ряд с петром первым можно зафиксировать еще одно отличие между этими двумя людьми петр первый создал российскую империю а путин ее уничтожает вот прямо сейчас российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю но ее нельзя и разделить потому что она существует только в своей целостности духовном и культурном богатстве ведь но как можно говорить о великой культуре россии я без духовности америки если в америке чистый туалет а в россии нет или что мы все достоевском поэтому никак в писсуары попасть не можем но но неправильно это неправильно